В этом году организаторы Ямальского марафона впервые разместили вот такой замечательный баннер. На нем список участников марафона. Здесь, к слову, очень много знакомых фамилий. Среди прочих на полотне и фамилия Киличев. Сергей бежит 42 километра. Но варенгойский предприниматель влёкся бегом 4 года назад. В его арсенале уже и ультрамарафон. Максимальная дистанция 110 километров. На фоне 110 километров это, можно сказать, лёгкая пробежка? Ну, я бы не сказал, что 110 бежит за трейл по бездорожью. Там темп ниже. А марафон – это шоссейная гонка. Здесь темп намного выше. 42 километра на Ямальском марафоне в Новом Рингое заявлены впервые. Дистанцию преодолели около 30 человек. И как результат? 3.39 по часам, по-моему. Ещё побежите ли? Да ну его! Побегу, конечно. Кроме классического марафона, организаторы предложили бегунам дистанции в 21, 10 и 3 километра. На старт вышли 500 человек из нескольких регионов. Из Сомска приехали, и из Центральной России есть любители бега. Я думаю, что данное мероприятие в будущем приобретёт статус не только регионального, но и, конечно, будем расти до всероссийского. Драйва марафону добавила северная погода. Утром столбики термометров фиксировали плюс 5 по Цельсию. А ветер порывами до 15 метров то подгонял бегунов, то всеми силами пытался им мешать. Только к победе! Только вперёд! Давай-давай! Сегодняшние какие-то 40 минут, 4 часа предваряют дни, недели, месяцы и годы тренировок. Поэтому самое сложное – это победа над собой. И сегодня больше 500 человек это сделали. А вот и первое золото на первой 42-километровой дистанции ямальского марафона в Новом Уренгое. Узнаёте? Сергей Киличёв пробежал полный марафон за 2 часа 58 минут. Поздравляем! Удачи! Мы верили в вас! Светлана Лач, Роман Чернов, Наталья Колесникова. Время Ямала. Новый Уренгое.